Я так рад, что Брайан Карн со мной сегодня на передаче. Благодаря этому молодому человеку повеяло свежестью, пришло такое помазание. Это так замечательно. То, что Господь совершает с тобой, так чудесно. Ты так молод и очень помазан. И я так рад, что повлиял на тебя в свое время, на то, что происходит с тобой сегодня. Когда ты был еще подростком, ты пришел на одно из моих собраний. Да, сэр. И помазание на нем такое сильное. Людям нравится его служение. Как же он невероятно послужил в Манстере, штат Индиана. Я хочу показать вам, что Господь совершал там. Все было просто потрясающе. Сила Божья, которая сошла на тебя в тот четверг вечером на служении в церкви Стива Манси, была просто невероятной. Ты начал ходить по проходам и сошел огонь. Я имею в виду, что он зажег всех вокруг. Стив Манси сидел рядом со мной. Он сказал, что никогда ничего подобного не видел. И Бог дал тебе слово для него тоже в тот вечер. И оно было в точку. Как вы могли знать? Я знаю, что это слово знания. И прямо перед тем, как мы посмотрим, что Бог совершал, расскажи, как это работает. Ты видишь что-то? По-разному. Иногда я просто знаю. Я просто знаю в моем духе, что это слово от Господа. И вот почему я говорю людям с пророческим служением. Вы не можете слышать слишком много голосов, которые говорят вам, потому что они могут мешать вам услышать голос Господа. Иногда это как «Я есть, кто я есть». Только так я могу объяснить это. Особенно, когда Бог говорит о событиях в стране. И я говорю на иных языках. И Он дает истолкование языков. Это как будто Бог овладевает моим телом и говорит через меня. Несколько служений назад Он называл имена. Это было что-то удивительное. Я не знаю, как это работает. Я забыл имена. Африканские имена. Имена из Нигерии, Китая, Китая. Не такие, как имя Мария или Джо и Ричард. Знаете, ты на самом деле как будто сражался, чтобы получить их. Это было невероятно. Да, сэр. Мы хотим показать вам часть служения. Возможно, попозже. А сейчас давайте посмотрим служение в Манстере, штате Индиана. И затем ты вернешься и помолишься за зрителей, чтобы Бог дал им сезон, который они никогда не переживали раньше. Да, сэр. Во всемогущее имя Иисуса. Смотрите и наслаждайтесь. Мы скоро вернемся. И Господь сказал мне, Он сказал, «Сын, мой народ употребляет мое имя напрасно». Я спросил, «Твой народ?» Он ответил, «Да». Он сказал, «Ты тоже это делаешь?» Я сказал, «Да, они это делают. А я нет, Господь, я суперспасенный. Я не употребляю твое имя напрасно». Он сказал, «Сын, ты, церковь, употребляйте мое имя напрасно». Я спросил, «Как?» Он ответил, «Какое мое имя?» Я сказал, «Иисус». Вы знаете, в Матфея 1, 21 говорится, «И наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Это имя, которое спасает. У Него много имен, но имя, которое спасает, это имя Иисус. Деяние 4, 12. «Ибо нет другого имени под небом, данного человека, которым надлежало бы нам спастись». Но он сказал, «Нет». Я сказал, «Хорошо, как насчет имени Иегова Иры?» Он сказал, «Хорошо, прочитай в своей Библии. Я знаю, что вы называете меня Иегова Иры, но если вы посмотрите, то Авраам назвал имя того места Иегова Иры, что означает, что в каждой ситуации приходит откровение, кто есть Бог. Но это не Его имя». Я сказал, «Хорошо, какое у тебя имя?» Он сказал, «Ну, все вещи, которые ты назвал, являются именами, которые мне дали люди». Он сказал, «Но только в одном месте, в книге Исход, 3 главе, я сам назвал себя». Я сказал, «Хорошо, и какое ты назвал имя?» Он ответил, «Я сказал Моисею, чтобы он сказал им, что я тот, кто я есть». Я сказал, «Хорошо, это очень хорошо, на самом деле хорошо, это так чудесно, но как же на самом деле мы употребляем твое имя напрасно, если твое имя я тот, кто я есть?» Он ответил, «Скажи Моему народу, что каждый раз, когда вы говорите, я болен, вы употребляете Мое имя напрасно. Каждый раз, когда вы говорите, я разбит, вы употребляете Его имя напрасно». Вот почему он сказал, «Пусть слабый скажет, я силен, бедный скажет, я богат». И сейчас вам нужно закричать, как будто к вам приходит умножение. Давайте, закричите. Хорошо, садитесь, садитесь, садитесь. У нас почти получилось, почти получилось. Вы готовы? Хорошо, сейчас скажите это. «У вас будет то, что вы…» «У вас будет то, что вы…» «У вас будет то, что вы…» Хорошо. Вы говорите духом. Помните об этом. Если вы этого не скажете, вы никогда этого не увидите. Вам нужно изменить то, что вы говорите. Вам нужно изменить то, что исходит из ваших уст. И не важно, что это. Никогда не говорите то, что говорит враг. Говорите то, что сказал Бог. Исайя 53,5 говорит, он был изранен за грехи наши и мучен за беззакония наши. И третье послание Иоанна 1,2 говорит, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. И сейчас я хочу сказать следующее, потому что Дух Господа начал говорить ко мне, и Он сказал, «Сын, все будет хуже в Америке только потому, что все будет хуже в мире». Не означает, что все будет хуже у тебя. И когда все будут сходить с ума, Он будет хранить вас в совершенном мире. Исайя 26,3, потому что ваш разум уповает на Него. Вы слышите меня? И сейчас я хочу, чтобы вы услышали меня. Все будет хуже. Я хочу поделиться с вами этим пророческим словом, и вы можете не принять его. Социальные выплаты не ваш источник. Правительство не ваш источник. Ваша работа не ваш источник. Хлопните соседа и скажите, «Бог мой источник». Скажите еще раз, «Бог мой источник». Я говорю вам, что все станет хуже. Будут сокращения на работе. Люди, которые были у власти, лишатся ее. Но есть люди, на которых не повлияет мировая система. Потому что мы не живем согласно системе. Мы живем согласно Слову Божьему. В послании филиппийцам 4.19 сказано, что «Бог восполнит всякую мою нужду». И сейчас скажите громко. Скажите, «Больше, чем достаточно». Хорошо, я чувствую, как приходит вера прямо сейчас. Здесь есть кто-то. И каждый ваш долг Бог готов покрыть. Поэтому я хочу, чтобы вы сказали это с властью. Давайте, скажите, «Больше, чем достаточно». Скажите, «Большой избыток приходит в мой дом». Когда? Когда? Назовите ваш адрес, чтобы они знали, куда прийти. Назовите ваше имя, чтобы они знали, кому будут выписывать их. И сейчас закричите, как будто вы уже их получили. И сейчас послушайте. Послушайте. Моя жизнь изменилась однажды, когда я был послушен пророку. Хосея 12, 13 говорит, «Через пророка вывел Господь Израиля из Египта». «Когда Бог хочет изменений в вашей жизни, он посылает пророка». Я слышал об этом раньше, что разница в сезонах... Брат Майк Мердок сказал, что разница в сезонах вашей жизни связана с человеком. И поэтому, когда Бог меняет сезон в жизни человека, он всегда связывает это с пророчеством. Псалом 104, 17. «Послал пред ними человека. В рабы был продан Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Он получил одно слово от Бога, и это слово изменило его жизнь». Вам не нужно, чтобы кто-то говорил с вами 2000 часов. Одно лишь слово может изменить вашу жизнь. Я говорил вам, народ Божий, что несколько месяцев назад, в прошлом году, мы праздновали день рождения апостола Хинтона. И кто-то встал и сказал, «Мы хотим, чтобы каждый подарил 500 долларов». Я сказал, «Я? Вы хотите, чтобы каждый? И мне хочется честно сказать вам. Мне хочется честно вам сказать. Можно я честно скажу? Я не чувствовал, чтобы Святой Дух сказал мне давать. Ничто не побуждало меня давать. И, честно говоря, на самом деле я дал, потому что я знал, что все смотрят на меня, поэтому мне пришлось дать. Я честно сказал вам, и невозможно посеять семя в землю и не пожать урожай. Поэтому я это делаю. Вот что я делаю. Вот что я делаю. Я сею семя в размере 500 долларов. Я жертвую их. Я выхожу из здания. Я еду в машине. И я делаю одну маленькую вещь, которую Бог сказал мне сделать. Я услышал от одного человека, и я сделал это. И это работает. Я обращаюсь к деньгам, потому что деньги слышат. Что? Деньги могут. Да, деньги могут слышать. Экклесиас 10, 19. Деньги отвечают. Если деньги отвечают, это означает, что они могут слышать. И деньги не только отвечают. Посмотрите на кого-то и скажите, деньги говорят. Поэтому я говорю к деньгам. Я говорю им, деньги приходят ко мне сейчас. Кто-нибудь скажите, деньги приходят. Нет. Так не пойдет. Так не пойдет. Так не пойдет. И теперь вам нужно сделать это правильно. Скажите, деньги приходят. Ко мне. Сейчас. Вот что я сделал. Вот что я сделал. И я был в Чикаго. И у меня была конференция, за которую мне нужно было заплатить. Через полторы недели я был в Луизиане. И ко мне подошла женщина на служение и сказала, пророк Карн. Я ответил, да. Она сказала, вы не против, если я дам вам прямо сейчас 50 тысяч долларов наличными? Я сказал, мадам, вам не нужно спрашивать моего разрешения. Никогда. Никогда. Я был в Сент-Луис, штат Миссури. Подошел к одной женщине и начал пророчествовать ей. Так говорит Господь. Я должен сказать вам, что Бог сказал мне сейчас. Это в первый раз, когда Он сказал мне это. Господь сказал мне, и я не могу сказать вам, пока вы не положите семя в мою руку. Она сказала, хорошо, сколько? Я сказал, вы хотите правду? Она ответила, да. Я сказал, Господь сказал мне, чтобы я сказал вам пожертвовать 10 тысяч и положить их в мою руку прямо сейчас. Она сказала, я думаю, что не услышу, что Господь хотел сказать. Я сказал, я понимаю. Знаете, Бог говорит ко мне. Она сказала, да. Я сказал, поверьте мне. Она поместила семя в мою руку. Я сказал, так говорит Господь. Следующие шесть месяцев будут самыми худшими шестью месяцами в твоей жизни. Она сказала, я хочу получить обратно мои 10 тысяч долларов. Я сказал, но так говорит Господь, через семь месяцев твой доход будет составлять 13 миллионов 200 тысяч долларов. Она дала семя. Четвертый и пятый месяц были такими ужасными, что она жила в машине. Она потеряла все. Она позвонила пророку Карну и сказала, привет, мне нужен аванс наличными за мое чудо. Я сказал ей, если я дам вам деньги, то я прерву процесс. Но я хочу вас приободрить. Я сказал, я хочу сказать вам слово, что если вы пройдете через все это, в конце вас ждет благословение. Оно придет в седьмом месяце. В седьмом месяце ее отец умирает. И он жил в другой стране. Ее воспитывала мама. Ее мама никогда и не разрешала общаться со своим отцом. Короче говоря, папа умер и оставил ей в наследство 200-300 акров земли в другой стране. Правительство какое-то время пыталось получить эту землю, но отец не продавал ее. Они сказали ей, мы хотим вашу землю. Она сказала, я не хочу продавать всю землю. Они сказали, мы не хотим всю ее купить. Мы хотим только часть. Она сказала, какое ваше предложение? Мы хотим предложить вам 13 миллионов 200 тысяч долларов. Пусть каждый скажет, хей! И еще, я был в Форт Пирс, штат Флорида. Подошел к женщине и сказал, так говорит Господь. Господь сказал мне сказать вам, чтобы вы отдали все на вашем счету, прямо сейчас, кроме 10 долларов. Она сказала, он сказал вам это? Я сказал да. Она сказала, хорошо, и что я получу? Я ответил, он сделает вас миллионершей через 7 дней. У меня всегда есть слово, но когда я его получаю, я его получаю. Я сказал, он сделает вас миллионершей через 7 дней. Я сказал, по истечении этой недели вы станете миллионершей. И поэтому она берет чек, долгое время думает, но в конце концов подписывает его. Она подходит и кладет его к ногам. Я даю ей свой номер и говорю, позвоните мне, когда вы получите свои деньги. Вместо того, чтобы позвонить мне, когда она бы их получила, она звонила мне каждый вечер и говорила, что она их не получила. И это произошло в воскресенье вечером, пастор. И в понедельник она позвонила и сказала, что она их не получила. Во вторник она позвонила и сказала, я еще их не получила. И в среду вечером она сказала, у меня их нет. В четверг вечером я уже нервничаю. Потому что, когда ты пророк, когда ты в духе, ты знаешь, что Бог сказал. Но когда ты в плоти, ты начинаешь задавать вопросы. В пятницу она сказала, я еще их не получила. В субботу я сказал Богу, Господь, банки закрываются в 12, в час, в 2 часа. Что бы ты ни собирался сделать, тебе нужно поторопиться и сделать это прямо сейчас. Она позвонила мне в субботу. Она сказала, вы лже-пророк. Я сказал, я? Она ответила, да. Я спросил, почему? Она сказала, я не получила деньги. Что мне делать? Я ответил, не знаю. Она сказала, я хочу забрать мои последние 10 долларов в банке. Я сказал, да поможет вам Бог. Я упал на колени и начал молиться. И если вы в молитве, и вы ходатайствуете, что-то происходит в молитве, когда мир сходит на вас. Я упал на колени, чтобы помолиться, и не мог молиться. На меня сошел мир. Она позвонила мне через 45 минут и кричала. Я спросил, почему вы кричите? Она ответила, я пошла в банк, чтобы забрать свои последние 10 долларов. Я сказал, хорошо, хвала Господу. Она сказала, но вы не знаете, что произошло. Я сказал, я не знаю, расскажите мне. Она сказала, когда я получила выписку по банковскому счету, я обнаружила, что на нем 1 миллион 10 долларов. Она сказала, что мне делать? Я ответил, снимите как можно больше прямо сейчас, потому что у вас нет гарантии, что они будут там завтра. Вы можете ничего не говорить, но я хочу пророчествовать вам. Бог даст вам божественное приумножение. Деньги будут появляться, и вы не будете знать, откуда они пришли. Если вы верите в это, встаньте и закричите. Они в пути. Если у вас большие долги, Бог готов покрыть их. И вот слово для вас, пастор Манси. Приходит помазание, чтобы долги были погашены. Послушайте. Я хочу, чтобы вы поняли следующее. Перестаньте пытаться выяснить, как. Вот где происходит промах. Вы пытаетесь выяснить, как. Бог послал воронов, чтобы накормить Илью. Бог сделает так, что люди будут благословлять вас, даже те, которым вы не нравитесь. Он приготовил трапезу ввиду врагов ваших. И вы будете есть хорошую пищу. Если вы готовы, скажите, я готов. Вы все готовы? Давайте, не играйте с этим. Не играйте с этим. Потому что, если вы это делаете, ангелы высвобождаются. Деньги! Приходят ко мне. Прямо сейчас. Закричите-ка, будто вы их уже получили. Подождите, подождите. 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 Деньги не пришли. Деньги не пришли. Деньги приходят. Нам нужен постоянный поток. Потому что есть определенные вещи, которые мы должны сделать для царства. Да, нам нужно построить больницы для царства. Давайте, говорите. Нам нужно построить церкви и многое другое для царства. Нет воли Божьей в том, чтобы мы сражались с приумножением. Когда вы придете домой, я хочу, чтобы вы прочитали следующее. Когда вы придете домой, прочитайте Аиля 2 главу. И скажите, что переполняются ваши давильни маслом. Он сказал, и воздам вам за те годы, которые пожирала саранча. Он все это сказал. Почему? Послушайте, это все процветание. И затем здесь говорится, и будет после того. И залью от Духа Моего на всякую плоть. Вы не поняли. Процветание идет перед чудесами. Мы все перепутали. У нас есть чудеса, но у нас не было денег. Но сегодня мы получаем деньги, чтобы мы могли делать дело Божье по всему миру. Вот они. Вот они. Давайте, протяните руку. Давайте. Посмотрите налево, посмотрите направо. И скажите, вот они. Вот они. Давайте, скажите. Каждый мой долг. Каждый мой долг. Покрывается. Деньги. Приходят ко мне. Прямо сейчас. Закричите об этом. Присутствующий на этом служении чудес пастора Бенни Хина в христианском центре «Семья» в Манстере, штат Индиана, ответили с огромным энтузиазмом на возможность, которую предоставил им Брайан Карн. Пророческое помазание было явлено силой и точностью. Вы пророчествовали нам в 2011 году в церкви Святого Духа. Действительно? Что я вам сказал? Вы сказали нам, что мы приобретем дом, и неделю спустя мы пошли смотреть его и купили дом. И вы сказали, что мы купим еще один дом. И сейчас мы живем в этом втором доме. Вау! Хорошо. Я хочу пророчествовать вам снова, что вы переедете снова. И Дух Милости сказал мне сказать вам сегодня вечером, когда вы приобретете дом. 1, 5, 4, 2, 7. Что это? Это наш адрес. Да? Это наш адрес. Это ваш адрес. Когда вы придете домой сегодня вечером, небеса вас встретят там. Он сказал мне, что в вашей жизни переходный период, и вы очень расстроены тем, что с вами происходит. Но еще с утробы матери... Послушайте, я услышал, как Господь сказал, Шон, Шон, Шон. Как вас зовут? Шон. Поднимите руки. Есть много женщин по имени Шерон. Но есть только одна по имени Шерон Блейкли. Подойдите ко мне. Я вижу в духовном мире, что враг планирует 18 февраля атаковать ваше тело. Я вижу улицу под названием Хикари Корт. Хикари. Вы там живете? Хорошо. Я вижу дом под номером 2. Какой ваш адрес? Хикари Корт 2. Поднимите руки. Я вижу план врага в вашем доме, чтобы вас поразила болезнь 18 февраля. Но благодаря тому, что вы пришли сюда сегодня вечером, план врага был низвергнут. Эй, кто-нибудь закричите здесь, как будто у вас... Закричите! Я сказал, закричите! Я сказал, закричите! Все было просто невероятно. Почему люди это делали? Что это было на самом деле? Это как акт веры? Да, и это работает. Вы знаете, был такой муж Божий, его звали Лерой Томпсон. Я помню Лероя. И я хочу кое-что сказать вам. Он провозглашал, что деньги приходят, и это срабатывало. Это не какие-то определенные усилия. Еврей М4.2 говорит, не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. Вы можете прилагать усилия весь день и так и не получить результата. Но когда вы движетесь в вере, когда вы верите... Однажды ко мне подошла пожилая женщина. Она сказала, «Молодой человек, вы мутите воду и выглядите глупо». Я сказал, «Хорошо». Бог избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрых. Это так глупо для меня. Это глупо. Я согласен с вами. Он избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрое. Он не перестает удивлять вас. Было глупо Иисусу плюнуть на землю Честно говоря, я бы обиделся. Вы плюете на землю и мажете мне этим лицо. Глупо, но он так делает, и это работает. Что нужно сделать Божьему народу прямо сейчас? Прямо сейчас им нужно протянуть свою руку, пастор. Им нужно протянуть руку там, где они находятся. Давайте, вставайте. Вы и ваш пес. Давайте, вставайте. Протяните руку. Что вы сказали? Они и их собака. Их собака тоже должна это востребовать. Собаке нужен другой дом. Держите, держите свою руку. И я хочу, чтобы вы использовали свою правую руку, если вы правша. Используйте свою левую руку. Протяните ее. Акт веры. И скажите, деньги приходят ко мне прямо сейчас. И не говорите, пришли. Вы были умными. Вы были умными. Есть кто-то, кто смотрит нас прямо сейчас, и вы устали быть умным, потому что вы умные, но у вас нет денег. Я хочу, чтобы у вас началось сверхъестественное умножение, чтобы мы могли нести Евангелие по всему миру. Вы знаете, что Бог хочет, чтобы вы были настолько благословлены, чтобы церковь, в которую вы ходите, и ваш пастор сказал, нам нужно 3 миллиарда долларов. И не сказал миллиона, а сказал миллиарда. Бог так хочет, чтобы вы были благословлены, чтобы вы могли сказать, пастор, нет проблем, я могу выписать чек на 2 миллиона долларов. Мы должны идти в этот мир. Псалом 111.3. Обилие и богатство в доме его. Он дает тебе силу приобретать богатство. Оно принадлежит вам. Сверхъестественно. Знаете, когда я думаю об этом, для Евангелия, для Евангелия, когда я думаю об одной женщине, знаете, Соломон был настолько богат, что когда царица пришла к нему, она чуть ли не упала в оморок. Она увидела, что ее сын настолько благословлен, что она потеряла сознание. Бог так хочет благословить вас, так что, когда кто-нибудь придет туда, где вы живете, они потеряют сознание. Я говорю вам, что это благословение от Бога. Вот что Бог хочет сделать в вашей жизни. И помните, помните, Он дал нам Его. Всегда помните, что Бог должен быть на первом месте. И всегда помните, что оно для Евангелия. Бог не против, чтобы у вас были деньги. Второзаконие 8.18 говорит, Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы установить свой завет на земле. Если вы забудете о цели, вы не сможете. Чтобы у вас было богатство, вы должны помнить, что цель это проповедь Евангелия. И еще что-то? Это прибыль. Бог готов дать вам прибыль. Протяните свою руку еще раз. Прямо там вместе со своими детьми, потому что им нужны деньги на учебу. Вам нужны деньги для дома, для машины, для чего бы то ни было. Бог хочет благословить вас. Бог не против богатства. Я пророчествую, что Бог готов вывести вас из земли недостатка, в землю избытка, потому что просто достаточно отличается от достаточно хорошо. Аминь. И как насчет этого? Деньги приходят ко мне прямо сейчас. Они приходят в ваш дом. Я провозглашаю, что сегодня последний день, когда вы сражаетесь в финансовой сфере. Я говорю это в вашу жизнь, что избыток приходит в ваш дом. Вы потеряли работу, и вам снова позвонят. И я хочу обратиться к одной женщине прямо сейчас. Вас зовут Линда. Вас недавно уволили с работы. Они вам снова позвонят и попросят вернуться. И, пожалуйста, не будьте высокомерны. Просто вернитесь на работу. Бог благословит вас. Аминь. К вам приходит благословение. Отец, во имя Иисуса, я благодарю тебя за то, что ты доводишь все до конца, за сверхъестественную прибыль, которая приходит в жизнь твоего народа. Я благодарю тебя за свидетельство по всей стране, которые уже происходят. Удиви их и произведи чудеса в их жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Звоните. Хочу сказать вам, что я не совсем понимаю все это, но оно работает. Я не знаю что-нибудь о том, как деньги приходят, но я видел, как это работает в жизни людей. Да, да, хорошо, давайте сделаем это. Давайте верить Богу. И так будет. Потому что Слово Божье наполнено обетованиями, и оно работает. И верьте Богу, что ваше будущее такое потрясающее, что вы будете очень удивлены. И Богу вся слава. Дай мне пять. Увидимся снова и продолжайте звонить. Бог да благословит вас. Мы верим, что и вы.